Люберчане проверили свои знания на космическом диктанте. Его посвятили Дню космонавтики и 60-летию полета Валентины Терешковой, которую она совершила 16 июня 1963 года. Диктант состоял из вопросов, охватывающих разные сферы отечественной космонавтики, от биографии покорителей космоса до исследования планет. Затем, как все прошло, наблюдал Богдан Колесников. Участникам предстояло блеснуть знаниями истории космонавтики и написать эссе на тему «Для чего человек стремится в космос?» На выполнение заданий 45 минут. Ничего трудного не было, но интересно было писать творческое задание. О том, что человек хочет в космос полететь, потому что хочет стремиться к знаниям, узнать, что неизведанное, найти расу разумную, узнать физику космоса, узнать, есть ли планета, на которой можно будет переселиться. Свои знания мог проявить каждый. Наряду с люберецкими школьниками к диктанту присоединились депутаты. Владимир Ружицкий быстрее коллег выполнил все задания. Я бы не сказал, что они сложные, но они требуют, конечно, каких-то знаний. Учитывая то, что я все время закончил советскую школу, и для советских школьников моего возраста, космос – это нечто. Многие мечтали стать космонавтом, все интересовались космонавтикой. Вопросы интересные, они расширили кругозор, над этим надо задуматься. На некоторые вопросы я ответил, потому что не знаю, насколько точно я их себе там пометил. В округе космический диктант проводят третий год. Количество участников увеличилось до 500. Результаты с каждым годом все лучше и лучше, потому что участники втягиваются, участники начинают изучать. Уже стало сложновато придумывать вопросы. То есть, если мы вначале начинали с самых простых, элементарных, то теперь нам приходится что-то изобретать, усложнять, потому что уровень участников растет. Имена победителей назовут 14 апреля в Центральной библиотеке имени Есенина. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.